Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет супер видео 13 советов новогоднего декора. Так как мы в декоре не суперэксперты, мы позвали Олю Бойко, у которой канал по дизайну интерьера тоже. И она, в общем-то, больше по декорированию. И как раз-таки она сегодня нам расскажет топ-13 советов. Расскажи, что ты расскажешь. Как подготовиться к новогоднему декору. А также с Олей мы поедем сегодня в магазины, посмотрим, что можно купить в наших масс-маркетах. Поехали! Берешь свою старую елку. Полуысенькие, скажем так, елочки. Ставишь ее в ведро. Натягиваешь мешком из-под картошки. Это функциональность называется, ребят. Вот это для Алексея Иванова. Если это шар, то это прям произведение искусства. Он сейчас идет, а он все растет, растет. Самые ярые представители стиля джангл. И на рынке сейчас появляются черные матовые елки. Черная матовая елка. Тренд этого сезона. Главное к бабушке не ходить, а то он не поймет. Если раньше под елку мы ставили очень-очень много коробок, наверное, большинство из нас. И такая традиционная новогодняя елка, она была с огромным количеством подарков. То есть сейчас очень часто мы можем встретить елку, стоящую или в какой-то плетеной корзине. Классная корзинка какая. В ведре, в каком-то просто цилиндре однотонном. Это может быть и крафтовая бумага, и какая-то мешковина. Берешь свою старую елку, вытаскиваешь из нее половину веток. Вставишь ее в ведро и натягиваешь мешком из-под картошки. Тренды 2019 года. Огонь. То есть елка не обязательно сейчас должна быть. Низ елки заставлен какими-то подарками. Второй вариант, как можно задекорировать основание елки, это сейчас на зарубежном рынке появляется просто огромное количество ковриков для елки. Они бывают абсолютно в разных стилях. Это могут быть и меховые коврики, и какие-то плетеные. И знаешь, очень удобно, да? То есть когда вот отпраздновал хорошо Новый год, да? То есть и вот на коврике прилег. Это функциональность называется, ребята. А если раньше у нас были популярны очень пушистые объемные елки, то сейчас на рынке появляется все больше и больше таких редких елок. Но такие редкие елки сейчас появятся во всех домах России. Кризис. Экономить надо на веточках, между прочим. А иголочки не такие активные, не такие крупные. То есть они такие больше сдержанные, скажем так. А для особенно экстремалов это могут быть такие вообще лысые елки, которые очень-очень-очень... Мне кажется, это производители оптимизируют производство и экономят на себестоимости. Это можно и сказать как такую синусоиду в дизайне, когда у нас были сначала очень племные, пышные. Да, сейчас уходят в более такие сдержанные. Так, ну и если мы говорим про какие-то полулысенькие, скажем так, елочки, то третий тренд из этого вытекающий, это если раньше было принято весить на елку просто шары, однотонные или в блесках, ну, какие-то разного цвета или выдержанные цветовой гаммы, то сейчас у нас идет упор и фокус не на пушистость елки, а на сам предмет, повешанный на эту веточку. То есть у нас уже шары, если это шар, то это прям произведение искусства. Он очень красиво задекорирован или имеет какую-то сложную форму, возможно, геометрическую форму. Также это могут быть гофрированные какие-то фигурки. И елочки всякое новогоднее. Вот гофрированные игрушки. И это также могут быть какие-то тематические фигуры, уже не шары. Возможно, вы помните, у нас раньше от бабушек остались вот эти вот бегущие на лыжах какие-то, спортсмены, Деды Морозы, все, это возвращается. Вот эту вот снегурочку вот эту. Это у нас елка, а мы такие два шарика. То есть у нас это фокус внимания уже идет не на объем елки, а вот это вот пространство, оставшееся у нас между елочками, между веточками, заполняется очень интересными фигурками и игрушками. При этом не используя мишуру и дождик, а больше... Это не в тренде? Нет. Придется выкидывать. Мне кажется, самый главный тренд сейчас, это не покупать эти фейерверки, короче, а просто смотреть соседа. Напишите в комментариях, к какому типу людей вы относитесь. То есть вы покупаете сами фейерверки или смотрите, как запускает соседа. А вот я раньше относился к такому типу людей, который не наряжает елку на Новый год, а просто не разряжает спрос последние пять лет. Если у вас еще на стенах висят снежинки... Прошлогодние снежинки. Да какой прошлогодний? Из 2013 года? Пишите в комментариях и ставьте лайки. Четвертым трендом у нас является то, что сейчас очень-очень популярны темные цвета. Я в конце расскажу, какие темные цвета. Так вот, трендом является это желтый свет, цвет фонариков на фоне темного интерьера. На фоне черного или каких-то темных глубоких цветов. Вот этот желтый, это может быть свет свечи, свет гирлянды или каких-то декоративных освещений. В общем, это тоже является трендом. Вот эти темные, сине-зеленые, черные цвета, они просто супер сейчас смотрятся и оттеняются таким теплым свечением какого-нибудь фонарика или гирлянды, или свет от свечей. У меня часто спрашивают, что такое вообще арт-деко и как понять. И если мы вспомним фильм Гетсби, то мы сразу поймем. Арт-деко это темные цвета, это темно-зеленый, темно-синий, темно-бордовый цвет. Это бархатные шары, это золото в интерьере, это пайетки в интерьере и на шарах. Это могут быть какие-то гофрированные интересные формы, фигурки, висящие на елке. Сами шары могут быть задекорированы под каких-то экзотических животных. Это может быть анималистичная тематика. Это перья в интерьере, это также относятся сюда мраморные текстуры на шарах. Вот это как раз то, что делает стиль арт-деко. Если в Ашане он был такой немножко дорого-богат, как-то так немножко. Там типа перебор немного такой был. Да, перебор. А тут стильно достаточно. Кстати, вот такие мраморные шарики мы в прошлом году делали. У меня на канале есть видео, как можно такие же сделать. На самом деле, ребят, переходите на канал Оли. У Оли очень много интерьеров, которые она разбирает и делает переделку. Например, берет какого-то подписчика и делает интерьер интересный. Переделывает интерьер бюджетно. Показываю, как, что, где купила, сколько стоила. Самое главное, до и после это очень эффектно смотрится. Если мы под видео наберем 4000 лайков, то я на своем канале сделаю вот такие различные шарики. Сделаем мастер-класс. Окей, договорились. Ставим лайки. В принципе, сейчас везде тенденция идет, что у нас все эко, все без глютена, все био. Да, да, да. И, возможно, это еще и связано с тем, что много людей переехало в мегаполисы жить, и действительно есть какая-то нехватка чего-то близкого. Природа. И эта тенденция, она идет из мировоззрения. Люди живут в больших городах, им не хватает большого количества. У них, во-первых, натурального, да, то есть они хотят жить за городом, и вот этот вот загород они перевозят в дом натуральным материалом. Так что, ребята, это вот тренд. Стиль Боха, он больше не растаманский, а больше просто приблизость к природе. То есть это могут быть помпончики, это могут быть деревянные гирлянды. Слушай, просто обычные геометрические формы гирлянды из дерева, получается. Вся натуралистичная тематика, она в этой елке отражена. Это могут быть просто листики. Помните, я говорила, стеклянные шарики, можно напихать всяких листиков. И это различные этнические мотивы. Они могут быть напринтованы, нарисованы на самом шарике, или сами фигурки могут быть сделаны из дерева, из кожи, из каких-то натуральных ниток. Мухомор, звезда, что еще нужно для Нового года? И то же самое, вот мы говорили с вами про корзину, вот эти плетеные корзины из ротанга или из какой-то соломы, они вот как раз в Боха это просто идеально подходит. То есть в принципе это может быть, вот как я говорила, типа прикладное искусство, когда вот что-то своими руками делается, плетеное, из войлока что-то сделано, из валяния. Вот это все такое народные тематики, причем в Боха неважно какая-то, это индейцы или это какие-то другие этнические темы. В общем, все, что такое прикладное искусство, орнаменты, всякие узелочки, рисуночки, это все прямо классно смотрится. Сделано вообще как-то из ниток просто связали и все. Слушай, расскажи, пожалуйста, каждый стиль больше подходит какому-то человеку. Вот, например, мне, какой, по твоему мнению, больше стиль подойдет для оформления елки? Вот это для Алексея Иванова. Во-первых, у тебя небольшая квартира, и если мы говорим не про большой загородный дом или свободную квартиру, а небольшие апартаменты, квартиры, то здесь не обязательно в принципе использовать какую-то большую елку, которая будет закромождать пространство. Сейчас в принципе очень много вариантов, как можно использовать новогоднюю тематику, не используя вот эту традиционную большую елку, стоящую посередине комнаты. Вот Леша спрашивал, если места нет, Леша покупает у елочки. Я в принципе холостяк, у меня холостякская квартира, и вот мы встретились с Олей, и Оля разработала несколько альтернативных вариантов дизайна моей квартиры, да, то есть если бы я был девушкой, если бы у меня появилась девушка. У тебя было 40 кошек. Если бы у меня было 40 кошек, так что, ребят, кому интересно, переходите на канал Оли, очень интересное видео. Если в прошлом у нас это эко-тематика вместе с какими-то техническими мотивами, то тропики и джунгли – это больше про листья в интерьере. Вы, наверное, видели обои, сейчас очень много принтов таких. На самом деле мы вот постоянно с Пашей ездим на выставки год, два назад, три назад. Этот тренд, он до сих пор популярен. Я все думала, он сейчас идет, а он все растет, растет. Он не закончится пока что в ближайшие годы. И вот анималистичная тематика, она сейчас появляется на прилавках, не только в новогоднем декоре, но это еще и в одежде, и в интерьерах. Также все эти леопардовые принты, они очень сейчас популярны. Самые ярые представители стиля джангл. Самые ярые представители айфонообразных. И это может быть принт на елочном шарике, например. Также это может быть принт на упаковке для подарка, например, леопардовый. И это могут быть фигурки в виде тропических каких-то животных. Попугайчики, например, какие-нибудь. Да, попугайчики, тигры, вы и так далее. То есть вся вот эта тропическая тематика, она может пересекаться и с другими стилями, но она сейчас очень популярна. В принципе, то, что у нас елка, мы не можем поставить себе кактус или какую-то пальму. Пальму, да. Да, то есть здесь она в новогоднем декоре у нас проявляется больше в принтах и животных. Это стиль середины прошлого века. И как раз в прошлом веке Coca-Cola очень активно вот этот вот традиционный Новый год. Она вкладывала деньги для того, чтобы собиралась все эти красные, зеленые, золотые цвета. То есть вот это все, что касается традиционного декора, как мы называем, хотя традиционным он стал, ну, можно сказать, там, 70-80 лет назад. Все это тоже сейчас вместе с Mid-Century возвращается. То есть это все вот эти фигурки различные, иллюстрирующие новогодние какие-то сюжеты. Это красный, зеленый, золотой. Ребят, если вы хотите понять, что такое стиль Mid-Century, буквально на той неделе на нашем канале вышло видео-обзор квартиры в Париже, которое сделано как раз-таки вот в таком стиле. Ссылочка вот здесь появится. У нас очень популярны темно-синий, темно-зеленый цвет. Такие глубокие, такие цвета драгоценных корней. Корней. Драк-корней. Как раз ты одет в эти цвета. Драгоценных камней, да. И бордовый цвет, он сейчас в интерьере не так популярен, но так как у нас все уже Новый год, это красный цвет, то бордовый цвет тоже появляется в новогоднем декоре. Вот это бордовый? Да, Лех, вставай, уходи. В общем, все вот эти глубокие, темные, насыщенные цвета, они сейчас очень-очень популярны. Причем они могут появиться не только в стиле арт-деко, но и в других стилях, поэтому я их в отдельный тренд и выделила. Таким очень-очень популярным цветом сейчас является черный матовый. Черный матовый закрался, наверное, во все стили. Он смотрится просто шикарно. Многие могут относиться к нему с опаской, потому что все же в нашей стране черный каким-то, может быть, траурным цветом может быть. Но я бы на вашем месте в эту сторону не думала, потому что он реально стильный, классно смотрится. Также мы говорили вначале про темные интерьеры. Вот черный матовый, черные матовые шары с блеском, с золотом, со светом желтым. Отлично просто смотрится. И этот черный матовый может присутствовать абсолютно в разных стилях. Это может быть и арт-деко, и бохо, и скандинавский стиль. Но про традиционный, конечно, я думаю, не стоит его туда вставлять, потому что это традиционные цвета. Но в любом стиле черный матовый будет смотреться здорово и трендово. Слушай, а черная елка может быть? Да, черная елка может быть. И на рынке сейчас появляются черные матовые елки. Черная матовая елка – тренд этого сезона. И вот этот синий, зеленый и красный цвет у нас используется не только в темных таких насыщенных вариантах, но это могут быть и какие-то пепельные, припыленные, скажем так, цвета, какой-то средний тон, светлый тон. То есть, если раньше, когда был очень популярен стиль лов, стиль прованс, у нас были популярны вот как раз стиль Мария Антонетты, какие-то чистые пастельные цвета, то сейчас уэра, скажем так, пепельных цветов. И вот этот синий, зеленый и розовый. Приглушенный такой, да? Приглушенный в пепельном варианте тоже очень-очень хорошо смотрится. Вот такие приглушенные оттенки, мятный цвет, даже оливковый или розовый цвет. И, кстати, они как раз и с золотым хорошо сочетаются, и с серебряным. Если же мы возвращаемся к нашей натуралистичной тематике, то здесь у нас используются такие цвета, как кирпичный, терракотовый, горчичный. То есть, если мы говорим про припыленность, то, по сути, это тоже приглушенные цвета. Если мы берем, замешиваем краски, например, изначально, то мы как основу берем какой-то желтый, оранжевый, красный, и делаем их более приглушенными, более серый вмешиваем или какие-то там компенсирующие цвета, и тогда получаем вот эти грязные оттенки этнические, которые сейчас очень популярны. То есть, сейчас эра в дизайне, когда у нас не яркие, не открытые чистые цвета, а больше такие приглушенные. Приглушенные, более природные, более натуральные. Да, приятные, приятные для глазу, да. Да, как-то, я... Видишь, мы с тобой в тренде. Да. Вот это гласок, как будто у лофта устаренного в кирпичном свете. Ну. И завершающий тренд – это металл. Металл в интерьере, перламутровые, металлические блески, они сейчас очень популярны. А, как правило, это золото. Но в любом случае, любой металлический блеск, будь то серебрян, медный, или просто любой какой-то цвет, имеющий какое-то металлическое напыление, он будет сейчас популярен. То есть, в любой стиль мы добавляем металлические блески, делаем и более современными, и более гламурными. И статусными, мне кажется. Статусными, да. Но это можно сочетать и при этом с разными, я так понимаю, стилистиками. То есть, где и черные, там и где черная елка, там где и как раз такие приглушенные сини. Да, да. То есть, металлические блески и вообще золото, оно просто со всеми цветами сочетается. Золото и с зелёным, и с синим, и с розовым, и с каким-то бордовым цветом, и с чёрным, и с белым, с карамельными цветами. В общем, всё сочетается. Самое главное, насколько я понимаю, что и разный металл между собой сочетается. То есть, можно и хром вместе с цветным металлом совершенно спокойно сочетать. И в этом ничего страшного нет. Потому что многие боятся, говорят, ну как же у меня... Да, раньше у женщин была такая, что нельзя золото, серебро сочетать. Нет, сейчас все металлы можно сочетать, и можно использовать. Главное, к бабушке не ходить. Да, да. А то он и не поймёт. Да. Да, в общем, чем больше блеска, каких-то гламурных, тем лучше. Если вы, конечно, такое любите. Оля, скажи, пожалуйста, чего не стоит делать в новогоднем декоре? Вот что полный за шквар? Так, ну надо подумать. Ну, на мой взгляд, это вот был период, когда подвешивали на какие-то лесочки, шарики в форме ёлочки. Мне кажется, вот это сейчас точно стоит делать. Не модно, да? Да. А вот дождики, помнишь, мы говорили про дождики? Вот эти вот советские. Особенно, когда эти дождики прошлогодние, запутанные, и все такие некрасивые. Да, это тоже не стоит. Ну и в принципе дождиков сейчас в современных декорах новогодних практически не присутствует. Ну да, да. То есть вы можете их использовать, если очень хочется, но если вы хотите быть модным, то не стоит. Как мы и заметили в Икее, мишура сейчас не очень в тренде, и её не стоит покупать, ну, если только украсить подъезд. Ребята, и самое главное, если вы вдруг знаете какие-то тренды, которые вы сейчас видите на улицах, в магазинах, о которых мы не рассказали, напишите в комментариях, чтобы наши подписчики могли прочитать, и у них появилось ещё больше идей для того, чтобы украсить свой дом для Нового года. Вот что значит дизайнер и декоратор? Потому что дизайнер – это про дизайн, про функциональность, это про технические вопросы, моменты, да. Это про то, как создать архитектуру пространства, а декоратор – это уже деталь. У тебя есть, я так понимаю, курсы тоже какие-то, да? Да, у меня есть курсы, они рассчитаны больше для тех, кто один раз делает ремонт, например, у себя не хочет обращаться к дизайнеру, может, по финансовым причинам не может, или просто хочет свой дом сделать самостоятельно. То есть обновить условно, да? Ну, или ремонт предстоит, или обновить, и я рассказываю больше про декоративную часть, как разобраться с цветами, со стилями, как всё подобрать. У меня есть часть, посвящённая планировкам и технической части, но на неё сильный упор я не делаю, так что у меня на канале больше информации. Ссылочки все внизу. А у нас есть, собственно, бесплатные уроки, если ты чё не подписан, то обязательно подписывайся, там уже мы рассказываем про планировки, про то, как это всё делается, как работать с клиентом, «Как создавать пространство с нуля». Если интересно, подписывайтесь на наши бесплатные уроки, чтобы просто познакомиться с этой профессией и понять вообще, что в неё, собственно, входит. Ссылочка будет в описании. Я ещё, кстати, хотела, знаете, что сказать? Что у нас Новый год всего лишь раз в году, и, в принципе, можно, конечно, под тренд всё оформить, всё сделать, но есть большой риск, что через год у нас всё опять поменяется, поэтому можете просто расслабиться, достать свои ёлочные игрушки и встретить Новый год в семейном кругу или с друзьями. Самый главный тренд – это то, что тебе нравится. Если тебе хочется сделать вот так, сделай. Просто обращай внимание, что какие ошибки лучше не допускать, чтобы это не было как бы колхозненько. А если это всё между собой сочетается, и ты можешь как бы это уловить как раз из этих советов, то, в общем-то, применяя из того, что у тебя есть, собирай классный набор. Подписывайтесь на канал Оли, на наш канал. В общем-то, пишите комментарии с вашими вопросами, и пожеланиями, и ставьте лайки. Да. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok